День рождения нового асов русского мировоззрения, русской цивилизации. Институт русской цивилизации возглавляет Олег Анатольевич 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 Анатольевич. Это, в общем-то, действительно патриарх русского дела, русского движения. Действительно, в чем-то можно не соглашаться с его концепциями, взглядами, но в целом его вклад, безусловно, этот глобальный вклад в русское дело, мы также присоединяемся к его поздравлениям, поздравлениям ювеляра, 70 лет жизни, 50 лет, 40 даже лет активной борьбы. Это заслуживает уважения, поклона и восторга. Что бы хотелось сказать в целом, радует то, что пришло много народу, радует, что все-таки помнят о том, что русские помнят своих героев. Это радует, о чем хочется заострить внимание. Это, безусловно, то, что продолжается преследование, продолжается уголовное преследование. Олег Анатольевич, это говорит о том, что силы тьмы, силы тьмы в нашем государстве продолжают свою активность, никак не хотят смириться, успокоиться, признать, что русские все-таки имеют право, имеют право называть себя русскими, имеют право весь голос, заявлять об этом, обсуждать это и изучать, изучать самих себя, изучать своих, скажем так, оппонентов в разных формациях, тех оппонентов, с которыми нам приходилось сталкиваться, русскому народу приходилось сталкиваться на протяжении многих веков нашей цивилизации, и нашей русской цивилизации. С нашей стороны, отношения с нашей стороны, безусловно, всеми силами, всеми средствами и возможностями будем содействовать и помогать Олегу Натушевичу. Опять же, на сегодняшний момент мне бы хотелось обратиться ко всем нашим людям, которые, может быть, придерживаются других концепций, взглядов на нашу историю России и так далее. В данной ситуации мы должны это, наверное, откинуть на второй план и просто вспомнить о тех заслугах, которые, безусловно, которые безоговорочно признаем за следом Натушевича. Скажите, Георгий, а как, по Вашему мнению, у России есть шанс все-таки преодолеть все вот такое, вот такое назову политическое болото? Ну, политическое болото, я не знаю, сколько времени назад началось. Мы находимся с 1917 года, например, в условиях, скажем так, это не самых лучших для развития и жизни русского народа, преодолеть ту ситуацию, которая возникла за последнее время. Я вышел на свободу уже где-то месяца четыре назад, и, обледевшись вокруг, я могу с грустью признать, что русское национальное движение, как политическая суверенная сила, она, по сути, перестала существовать, к сожалению. То, что мы видим, и то, что мы видим здесь, это мы говорим о его идейном, мировоззренческом, его идейной и мировоззренческой силе. А если мы говорим о политической суверенном структуре, и у нее, по сути, не существует. Существует огромное количество мелких объединений, групп и движений, которые не способны преодолеть какие-то совершенно технические, даже не идеологические, не мировоззренческие, а чисто технические проблемы для того, чтобы сформироваться и создать какую-то единую структуру, которая могла бы отстаивать наши интересы, которая могла бы ставить перед нашим государством, перед той системой, с которой мы должны, скажем так, вести диалог, так скажем, ставить вопросы, в том числе по преследованию, по таким вопросам, как преследование Олега Анатольевича, преследование других, десятка других русских патриотов и националистов. Скажите, а что должны сделать русские люди сегодня для того, чтобы преодолеть вот эту невозможность объединиться? Что надо сделать для объединения? Ваше мнение? Ну здесь есть несколько факторов, которыми вызвано вот это разделение, вызвано вот эта атомизация русского движения. Они, безусловно, вызваны целым рядом спецоперацией со стороны врагов Курского национального дела. То есть это последствия, это последствия конкретного вмешательства со стороны, с одной стороны. А с другой стороны, безусловно, конечно, это наш славянский анархический фактор, который надо преодолевать, который надо постепенно преодолевать в себе и действительно идти на уступки в тех вопросах, которые не касаются принципиально важного. Ну и кроме того, и третий, наверное, фактор, очень важный, это не поддаваться на те какие-то новые формы, которые нам все время кто-то подсовывает, нам все время подсовывает то объединение с какими-то левыми и либеральными структурами, то нам пытаются подсовывать какие-то новые течения или новые философские и политические движения, которые, по сути, из себя представляют пши. Мы все время хотим себя кому-то продать, мы все время хотим себя представить не теми, кто мы есть на самом деле. Вот это движение национал-демократов в разных его формах, которые сейчас просто заняло огромное количество пространства на нашем, так скажем, правом поле. Какое имеет это все отношение к русскому национальному движению? Конечно, совершенно очевидно, что никакого, потому что ни либерал, ни левак не являются русскими националистами. Русский националист — это, безусловно, право. Русский монархист, русский православный, русский консерватор — это все, безусловно, синонимы слова «право», понятия «право». И в этом понятии «право» только мы не можем найти наше единство и начать собирать вот эти все атомы, которые, к сожалению, разбежались в разные стороны. Я думаю, что само понятие, как мы только поднимем на знамена нашей идеологии, нашего мировоззрения, понятие «правый» именно в его изначально близком русскому сердцу понимании. То есть «правый» как тот, кто стоит справа от Христа, «правый» как тот, кто мыслит и верит правильно. И, безусловно, политологически «правый» — это тот, кто на правой стороне заседания или конвенту. И вот в таком понимании, когда мы поднимем наши знамена с девизом «правая Россия за правую Россию», я думаю, что мы сможем собрать и объединить эти самые русские группы и движения.